Итак, давайте внедрим типовой компонент на примере компонента меню. На главной странице мы можем видеть горизонтальное меню с выпадающим списком. Это подпункты. Давайте разместим компонент меню на тестовой странице. И настроим параметры. В данном случае можно выбрать наиболее подходящий шаблон компонента. Для нас это будет горизонтальное многоуровневое выпадающее меню. Настроить тип меню для первого уровня — это верхнее меню. Настройки кэширования оставим те же. Уровень вложенности будет минимально 2. И тип меню для остальных уровней — это левое. Итак, сохраним. Итак, мы видим меню с шаблоном, который установлен в системе, встроенный шаблон. Для того, чтобы редактировать этот шаблон, давайте скопируем его в шаблон нашего сайта, в шаблон внутренних страниц. Включаем режим правки. И копируем. Итак, мы скопировали шаблон, с которым теперь можем работать. Давайте откроем верстку и проанализируем, какую часть кода необходимо вставить в шаблон. Можно открыть файрбак и найти, где начинается меню. Здесь мы видим у нас div с классом nv-top-nav, который содержит в себе списки. Это и есть меню. Соответственно, давайте скопируем этот код. Вот он. И разместим его в шаблоне компонента меню. Переходим в шаблон внутренних страниц. У нас появилась папка components, bitrix, меню и шаблон top-multi. Итак, обратим внимание на реализацию вывода данных из массива R-Result, который поступает из компонента. В данном случае здесь используется цикл по пунктам меню. Здесь формируется вывод. Давайте вставим нашу верстку. И сделаем dump массива R-Result для того, чтобы понять, какие данные у нас есть для вывода. Итак, здесь мы видим пункты меню в массиве. Стоит отметить параметры, которые передаются в этом массиве. В данном случае это текст, наименование самого пункта. В параметре с ключом link хранится ссылка на этот пункт меню. Далее selected, то есть является ли этот пункт меню выделенным. Этот параметр равен true в том случае, если мы находимся по адресу, который указан в линке. Далее стоит отметить параметры depth level и isParent. Depth level — это уровень вложности элемента. И isParent является ли этот элемент родителем, то есть содержит ли он в себе дополнительные подпункты. И также permission. Permission — это права пользователя на просмотр конкретной страницы, которая лежит по адресу link. То есть в данном случае, если доступ для текущего пользователя закрыт, то можно настроить вывод в шаблоне так, чтобы этот пункт не показывался. Далее давайте рассмотрим пункт меню, например, о компании. Здесь параметр depth level равен 2 и isParent false. В данном случае этот пункт меню является вложенным пунктом, и он не является родителем. Итак, рассмотрим, как формируется вывод в текущем шаблоне. В данном случае в цикле используются теги URL или элементы списка. Давайте рассмотрим, как это выглядит в выводе. Воспользуемся фарбагом. Мы видим здесь элемент списка UL, в котором пункты списка — это пункты первого уровня. Давайте наведем на компанию. Мы видим список второго уровня и посмотрим, как это реализовано в верстке. Здесь элемент списка Lee открывается, и в нем есть вложенный список UL. Это и есть пункты второго уровня. Здесь пункты меню о компании, руководство и так далее. Давайте посмотрим, как это реализовано в шаблоне. И, опять же, обратим внимание на параметр depth level и is parent. В данном случае здесь проверяется, является ли текущий пункт родителем. Если, соответственно, является, то открывается тег Lee и вложенный тег UL, после которого и будут уже пункты второго и последующих уровней. Закрываются эти теги в начале цикла с помощью следующей проверки. Проверяется, является ли текущий уровень текущего пункта меню меньшим, чем предыдущий. И если является, то, соответственно, закрываются тег UL и тег Lee. Такая же проверка присутствует после цикла для того, чтобы закрыть открытые теги. Стоит также упомянуть параметр permission. Он отвечает за права. В данном случае, если permission больше, чем некий параметр, то мы не будем показывать этот пункт меню, потому что у пользователя права на просмотр этого пункта закрыты. В данном случае мы видим, если permission меньше, чем D, то применяется класс Denied для этого пункта меню. В данном случае D обозначает, что доступ закрыт для текущего пункта. Итак, обратим внимание, что верстка по структуре аналогична с версткой, которая используется здесь в шаблоне. Есть только одно отличие. Это то, что в элементах первого уровня в ссылках используется спан для обрамления текста. А в элементах второго уровня, опять же, есть ссылки без спанов. В данном случае это аналогично тому, как происходит вывод здесь у нас в шаблоне. Также не стоит не забыть про div с классом ClashBoth и закрыть тег div. Давайте начнем интеграцию. Скопируем тег div с классом nvTopNav. Закроем. Этот тег нам не понадобится. Уберем id у ul. Оно нам не понадобится. И далее уже происходит вывод самих пунктов. Давайте скопируем тег span. Будем выводить его везде, где есть проверка на дабс-левел рам на единице. Это те пункты меню, которые являются пунктами первого уровня. Удалим класс, так как у нас нет различия на классы в первом уровне. И во втором уровне тоже удалим. Далее проверка на права. У нас, опять же, никак в верстке не отделено. Те пункты, которые закрыты для доступа текущего пользователя, поэтому нам эта проверка не нужна. Можно удалить вот эту часть. В данном случае, если пункт будет закрыт для пользователя, он просто не будет показываться. Для пункта первого меню добавим span. Удалим класс. И для второго уровня то же самое. Итак, пункты меню сформировались. Необходимо также поставить div с классом clearbot перед закрывающимся тегом ul. Давайте уберем лишнюю верстку и dump. Сохраним и посмотрим, что получилось. Так, обновим страницу. Видим верстку. Давайте посмотрим структуру. В данном случае здесь тег div с классом nv.top.nav, в котором содержится список. Элементы списка li — это элементы первого уровня. В данном случае у компании есть вложенное меню. Давайте откроем первый пункт. Мы видим здесь вложенный список ul и элементы вложенного списка. Теперь давайте скопируем код вызова компонента и разместим его в шаблоне внутренних страниц. Заменим div с классом nv.top.nav, вызовем компонента. И теперь давайте выставим соответствующие пункты меню, как сделаны верстки. Обратим внимание, что у нас есть здесь пункт меню пустой, который будет ввести на главную страницу. Давайте его создадим тоже. Далее пункты компании, новости, каталог, фотогалерея, партнерам и контакты. Для начала оставим ссылку на главную страницу, а фотогалерея партнерам контакта. Так, сохраняем. Мы видим меню, которое соответствует меню верстки. Теперь давайте добавим вывод иконки в пункт меню на главную страницу. Итак, для того, чтобы добавить картинку, иконку на пункт меню главной страницы, давайте воспользуемся редактированием меню через административный раздел. Заходим в меню типа top, редактировать меню. Сейчас мы находимся в расширенном режиме редактирования меню. И здесь есть возможность передавать определенные параметры вместе с теми пунктами, которые у нас есть. В данном случае у нас пункт на главную страницу. Давайте передадим сюда параметр, который будет содержать в себе ссылку на иконку. В данном случае иконка у нас уже есть. Она лежит в дефолтном шаблоне. Давайте сохраним. Перейдем в шаблон. Сделаем dump массива Array Result и посмотрим, как у нас появится новый параметр. Так, вот наш первый пункт меню. И есть массив парамс, в котором ключ AMG. В нем ссылка на картинку. Давайте разместим этот параметр в шаблоне. Здесь нам необходимо разместить этот параметр в элементах, которые являются элементами первого уровня. И, соответственно, в элементах, которые не являются родителями. Также являющиеся элементами первого уровня. Давайте сделаем проверку на наличие этого параметра. То есть, если этот параметр установлен, тогда мы будем добавлять это изображение. В данном случае мы будем вставить его на background тега A и воспользуемся специальным классом, который будет центрировать изображение и вставить новый repeat. Так, если установим параметр. Звук. Давайте. to Вот так. 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 Вот так.